Ну Игорь Верещагин, в общем-то, в среде музыкантов вообще известный. Ну это один из, на мой взгляд, один из самых известных и самых великих наших рок-мастеров, фотографов. И мне даже вот странно, что вы, Александр, с Игорем находите общий язык в контексте нынешней ситуации. Потому что я слежу за Фейсбуком, он настолько жестко, оппозиционно. Вот хотелось бы все-таки верить, что дружба важнее. Потому что я знаю, что ваша позиция отличается от позиции того же Верещагина. Вы ведь ездили совершенно недавно, неделю не прошло. Да, 14 числа мы выступали в Севастополе. Посчитали совершенно необходимым поддержать жителей Крыма перед референдумом. И поехали 14 числа, мы выступали на площади Нахимова на благотворительной акции, которая имела название «Солдатское сердце». Это помощь ветеранам войны не только в Севастополе, но и в Москве. В том смысле, что их поддерживают и оказывают им медицинскую помощь не только в Севастополе, но еще они могут и приехать в Москву. И, по-моему, это уже проходит несколько лет. Но просто вот в этот конкретный день это была такая акция. Выступал мужской хор Сретенского монастыря. Один из моих самых любимых вообще хоров. Я мог его послушать живьем. У них было большое отделение, где-то час. Потом наша группа, мы поехали полным составом. У нас была полная группа, тоже где-то около часа мы выступали на площади. И после нас ансамбль Черноморского флота Российской Федерации. То есть такой мощный, как мне кажется, был очень мощный, позитивно заряженный концерт с массой положительных эмоций. Ну а наше решение поехать поддержать Крым и в первую очередь Севастополь, понятное дело, отражает нашу позицию. Естественно. Я и там говорил, и до этого, и после этого говорил, что я считал, и всегда считаю, что Севастополь это русский город. Это город нашей славы, боевой, морской славы. Это город наших русских моряков. Но и вообще, что касается Крыма, то у меня здесь была позиция твердая совершенно. Я считал, что Крым должен провести честный референдум. И по итогам этого референдума мы уже посмотрим, как бы каково волеизъявление жителей Крыма. Сейчас мы можем уже говорить, потому что это в прошлом времени. Тогда я был совершенно уверен, но тем не менее на камеры я не говорил, что Крым, итоги референдума будут только такие, только прорусские. Мне это было понятно, но мне показалось, что это было бы неправильно. Но сейчас мы уже можем сказать, что я так же, как и многие наши соотечественники, совершенно не сомневался в исходе этого референдума. И более того, там, находясь в Севастополе, мы могли пообщаться с людьми. Во-первых, мы увидели все своими глазами, как это все выглядит. Потому что очень много было разговоров, что под дулами автоматов. Нет, ну вот, Евгений, клятвенно заверяю. Я по Фейсбуку вот. Я понимаю, естественно, клятвенно заверяю, вот со своей стороны, никаких автоматов, никаких воинских подразделений или вооруженных патрулей мы вообще за всю эту поездку не встречали ни разу. Кроме одного блокпоста, когда мы ехали из аэропорта Симферополя, мы ехали в сторону Севастополя. Вот в одном месте, наверное, где-то, может быть, километров за 15, я думаю, до Севастополя был такой довольно серьезный блокпост. Но на нем не было профессиональных военных, на нем именно были добровольцы. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.